Так получилось, что у меня теперь два комплекта удилищ. Мои старые Ranger XTS фирмы Fox. Это двухчастники 12 футов и 3,5 лб. И полутелескоп Nash Scope 10 футов, тоже 3,5 лб. Ranger XTS уже давно сняли с производства. Это такой средний-средний вообще бюджетный класс удилищ. Являются универсальными удилищами, на которые удобно ловить. Как на дальних дистанциях с ПВ-мешками, так оно и есть и отловился хорошо. Так и на коротких дистанциях вблизи берега. Все, я не очень далеко бросаю. Я бросаю где-то 100 метров с ПВ-стиков и 70-80 метров с ПВ-пакетом. Но давай все-таки разберемся и посмотрим, что я потерял и что я приобрел, вообще купив вот эти вот коротенькие удочки. Если чехол с этими удилищами у меня постоянно выпирал и мешал мне во время езды, то эти очень компактно ложатся в машину. Транспортировочный размер у них очень удобный. Как эта штука вообще работает? Почему они такие короткие? Есть такая выдвижная секция. Она выдвинулась. Одевается вторая часть и удочка уже собрана. Теперь давай сравним хват. Как я меряю для себя хват? Я беру удилище, беру закатушка-держатель, прикладываю. Если у меня здесь подмышкой есть еще пару сантиметров, все отлично. И Fox Ranger XTS для меня идеально подходили. Мне очень удобно ими забрасывать. Рычаг вообще отличный. Теперь Nash Scope прикладываю. Точно такая же история. Хват одинаковый, хоть удилище и короче. Теперь давай посмотрим на кольца. Здесь первое кольцо 50-е. На Nash первое кольцо 40-е. Не знаю, как это повлияет на мою дальность заброса. А сейчас мы все опробуем. И на одной удочке, и на второй я поставил одинаковые катушки. Леска 0,28. Я отклипсовал их на одинаковую дистанцию 80 метров. И сейчас посмотрим, как ПВА-пакет забросит Fox. И как ПВА-пакет забросит Nash. Сможет ли он на такую же дистанцию в моих руках улететь или нет. Ну, Fox есть 80 метров. Нормально. Сейчас посмотрим Nash. Хоть бы не хрустнуло. Ну, по жесткости я скажу, что эти пожестче. Я бы перебросил бы даже. 80 метров ПВА-пакет для них просто ни о чем. Кстати, помню ли я о том, что тут выдвижная секция и чувствую ли я это. Выдвинул, одну секунду помню, потом нет. В руках это как будто бы цельная удочка. Сейчас попробуем ПВА-стик на 100 метров. Ну, чуть-чуть не долетело. До клипсы дошло, но не ударило так, как надо. Не буду перебрасывать. Сейчас попробую. Вдруг Nash бросит лучше, да? Потому что есть такие подозрения, что так может получиться. О! Вот это уверенно, да? Есть у меня еще спот. Nash Scope только 4,5 ЛБ. В принципе, они пишут, что он рассчитан на крупную рыбу. Ну и можно забрасывать им ракеты. Я не такой и дальнобойщик для таких обзоров. Я вообще не дальнобойщик. Но сейчас будем пробовать на 100 метров этот средний спон забрасывать. Ух ты! Вот это хорошо, да? Прям он летел. Даже хотел перелететь 100 метров. Так, сейчас попробуем бросить груз. И попробовать, как он чувствительный, как маркер или нет. И будем делать выводы. Ну, наверное, маркерное удилище, фриспирит все-таки. То есть, хотя нет. Твердое дно отстукивает. Все нормально. В бровочки упирается. Я просто знаю, какое тут дно. Единственный момент, что на этих удочках нет маркерных отметок. Поэтому я черной изолентой приклеил себе 50 сантиметров для того, чтобы маркериться. Но это вообще не проблема. Приклеить черную изоленту и немножко заколхозить. Не, все нормально. И этого будет достаточно для того, чтобы найти... Ой, вообще хорошо пошло. Чувствуется твердое дно. Вообще отлично. Не, все четко. Все, давай подытожим. Мои страдания по поводу того, что они короткие, я теперь не смогу бросать на ту же дистанцию, что и фоксами, отменяются. Мои страдания по поводу выдвижной секции, я про нее забываю через секунду, тоже отменяются. По компактности они побеждают. Нагрузки они выдерживают вообще офигенные. Я в тихом шоке от того, как они бросают ПВА-пакет. 4,5 ЛБ. Вообще удочка просто дебелая. И с помп туда, наверное, скорее всего надо вешать большой. Средний даже для нее маловат. И надо его хорошенько нагружать. На рыбе я эту удочку уже пробовал. Разницы я никакой не заметил. В управляемости тем, что она немножко короче, чем фокс, никакой разницы не было. Офигенно. Все нормально. Я ее вывел и все хорошо. Я больше вообще снимал. Это все для того, чтобы успокоиться. Все попробовать, протестировать и успокоиться. Я успокоился. Все.